Здравствуйте! В эфире программа Точка зрения. Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. Практически 15 лет исполнилось с того момента, как Борис Николаевич Ельцин прекратил исполнять обязанности президента Российской Федерации. Но его тяжкое наследие живо и присутствует. Как от него нам избавиться? Мы поговорим с гостями нашей студии. Кровец Александр Алексеевич, депутат Государственной Думы, фракция КПРФ. Паршев Андрей Петрович, публицист. Братищев Игорь Михайлович, первый заместитель председателя Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Российские ученые. Социалистическая ориентация». Депутат Верховного Совета с 90-го по 93-й год и Государственной Думы с 94-го по 99-й. И Вассерман Анатолий Александрович, публицист, политический консультант. Александр Алексеевич, давайте, может быть, начнем с вас. Сегодня Владимир Владимирович Путин обратился к Федеральному собранию. Говорил о том, что необходимо многое менять, необходимо соответствовать вызовам времени. А как на ваш взгляд, что в стране действительно меняется? Мы же видим, что меняется очень многое. А что с современным Борисом Николаевичем Ельцином остается неизменным? Я думаю, что меняется многое. С каким знаком, я думаю, эта тема для кого-то дискуссионная, для меня однозначна. Что меняется, к сожалению, но не в лучшую сторону, во всяком случае, в последние годы. А что касается, так сказать, наследия, это Конституция, это политическая система, политическая организация, это государственное устройство, абсолютно неэффективное, несоответствующим ни традициям страны, ни историческим вызовом. Это разрушенное народное хозяйство. Теперь это экономика, народное хозяйство, оно было тогда, когда оно было народным в той или иной степени. Это разгромленная духовность страны, это потерянные поколения. И самое главное, что это не только наследие Ельцина, у власти находятся наследники Ельцина. Я думаю, открытие Ельцинского центра в Сойловске, который теперь Екатеринбург опять называется, это своего рода признание незыблемости, последовательности, выполнения тех планов, во главе которых стоял Борис Николаевич. Об этом еще поговорим. Андрей Петрович, ну а как Вы считаете, насколько послание Владимира Владимировича Путина ведет нас в будущее, а насколько возвращает все-таки в прошлое, к ельцинским временам? Вы знаете, мы находимся сейчас, может быть, не совсем в том положении, чтобы очень сильно, как бы сказать, стремиться к светлому будущему. Сейчас, в общем, перед нами стоит задача выживания. Так, откровенно говоря. Главное, вот как раз вопрос в том, насколько нынешнее устройство нашего государства, оно вот этому способствует и позволит нам просто выжить. Я единственное все-таки хотел бы заметить насчет такой стопроцентной преемственности у нынешнего государства по сравнению с ельцинским. Нет, мы можем даже так вот вспомнить, вскоре после того, как нынешний президент первый раз стал президентом, была такая даже политическая демонстрация, там еще ельцин был жив, и было такое большое посещение, по-моему, театра Аперетты, где собрался весь тот же примерно бомонд, как вот сейчас в Екатеринбурге, но за исключением Путина, а премьер-министр был, например. Поэтому это была некая демонстрация, то есть все-таки это немножко, как бы сказать, разные вещи чуть-чуть. Игорь Михайлович, ну, вы наблюдали Бориса Николаевича Ельцина и его стиль управления, наверное, в самые трагические моменты для нашей страны. Это гайдаровские реформы, расстрел Дома Советов, приватизация, голосу или проиграешь 96-го года. Вот насколько сегодняшний стиль управления отличается от того времени, и насколько тяжкое наследие Бориса Николаевича тянет нас в прошлое? Ну, сегодняшнее управление, как мне кажется, носит вот такой завуалированный характер. Понимаете, управляют разрушением. Не созиданием, а разрушением управляют. И управляют весьма успешно, нужно отдать должное, поскольку все то, что было сотворено в 93-м году, скажем, вот два года назад, как бы отмечали мы 20-летие Ельцинской Конституции. Я тогда подготовил, опубликовал статью в экономической и философской газете. Ну, во-первых, рассказал, как все было на самом деле, как протаскивалась Ельцинская Конституция, и как она была протащена, и какую оценку сами вот эти таскатели давали Ельцинской Конституции. Когда нам говорят о переменах, о том, что, скажем, нет пустых полок в магазине, я всегда говорю, что у нас сейчас не полки пустые, а пустые карманы и пустые холодильники. Вот что опустело у людей. То есть, для того, чтобы, ну, здесь не нужно быть большим экономистом, для того, чтобы интенсифицировать обмен веществ в экономике, необходимы высокие зарплаты. Мы это доказываем, мы это утверждаем доказательно. Именно высокие зарплаты, если они будут, в соответствующее состояние приведут полки в магазинах. Ну, что при высоких зарплатах просто все сметут с этих полок. А, Анатолий Александрович, хотел бы спросить, ну, объективно, по воле властей, не по воле властей, очень многое изменилось за последние два года. И каждый день меняется и меняется. Вот насколько нынешняя система, и опять же, наследие Бориса Николаевича Ельцина, позволяет нам двигаться вперед? Или это гири на наших ногах? Знаете, недавно в одном из комментариев к открытию Ельцин-центра в Свердлов-Бурге, я сказал, что за последние годы в стране достигнуто очень много успешных результатов. И все эти результаты так или иначе связаны с ликвидацией каких-либо элементов ельцинского наследия. Ну, естественно, там, где это наследие остается, там результаты какие угодно, только неположительные. Причем, я уже не помню, кто первым отметил, что статья 13 Ельцинской Конституции, где запрещена государственная идеология, это ложь. Потому что в предыдущих статьях этой самой Конституции закреплены основные положения идеологии либерализма, причем либерализма в его современном понимании, то есть учения о благотворности неограниченной свободы личности безо всякой оглядки на общество. А статья 13 всего лишь запрещает создавать какие-либо структуры, способные критиковать эту идеологию. Так вот, сама эта идеология принципиально ошибочна. Ошибочна она потому, что каждый новый уровень сложности структуры порождает новые закономерности, невыводимые напрямую из нежележащих уровней. В теории систем это формулируется так, целая больше суммы своих частей. А либеральная идеология в ее современном понимании – это попытка свести общество к сумме личностей и прямых межличностных взаимодействий, игнорируя все то многообразие взаимосвязей, которое и образует общество как самостоятельную структуру. Естественно, идеология, игнорирующая эти взаимосвязи, независимо от благих намерений тех, кто ее исповедует, обречена давать результаты несовместимые с жизнью. И пока мы не покончим с этой частью ельцинского наследия, мы тоже обречены делать шаги несовместимые с жизнью. Дорогие друзья, я сейчас приведу, вынужден привести немножко цифр, чтобы сравнить не самый лучший для нашей страны 90-й год с не самым худшим 2014-м годом. Ну, как вот, наследие в динамике. 90-й год, вот в эксплуатацию поликлиник. 86 тысяч квадратных метров. 2014-й год – 18 тысяч. Снижение на 79%. Вот в эксплуатацию больниц. В 90-м – 22 тысячи квадратных метров. В 2014-м – 2 тысячи. Снижение на 91%. Вот в эксплуатацию учреждений начального профтехобразования. 90-й год – 14 тысяч. 2014-й – 1,3 тысячи квадратных метров. Снижение на 91%. Вот в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, детских садов. В 90-й год – 223 тысячи квадратных метров. В 2014-й – 116 тысяч квадратных метров. Снижение на 49%. И уж совсем любопытная цифра – доля убыточных предприятий в промышленности. В 90-й год – 7%. В 2014-й год – 23%. Рост на 23%. Александр Алексеевич, вот как бы Вы могли прокомментировать эти цифры? Ну, понятно, что все, что связано с социалкой, упало. Но ведь перестройка затевалась и реформы для того, чтобы повысить экономическую эффективность предприятий. Мы видим по всем параметрам ровно противоположную картину. В 99-м году, ну, партийная организация наша региональная, как и вся партия, занималась сбором подписей. Это была общая федеральная кампания организации за импичмент Ельцин. И наши сторонники и члены партии ходили, так сказать, по квартирам, обходили подъезды, собирали эти подписи. Люди были разные, разного возраста. Большое спасибо сторонникам был. Среди них один товарищ такой очень разумный, очень гибкий. И он ходил, потому что натыкались и на противников, как говорится, и на сторонников. У него был один список за отставку Ельцин, а второй в поддержку. Он собирал, оказалось огромное большинство за импичмент, но принес в обком 23 подписи на листе, фамилия, адрес, все указано. Вот 23 подписи, они и сейчас у нас в партийном архиве есть. Спустя 6 или 7 лет я наткнулся на эту бумагу и показал редактору нашей газеты. Он говорит, а давайте проведет эксперимент. Взяли этот список и пошли по этим адресам ярых сторонников Бориса Николаевича. Прошло лет 6, наверное, не более. А пошли, легенда была о том, что у него юбилей у Ельцина тогда какой-то должен был быть. Вот, якобы собирают подписи от благодарных амичей с пожеланиями добра, здоровья и все прочее. Пошли по этим адресам. И в 22 случаях, они наслушались такого, я это называю, их посылали в самые разные далекие эротические путешествия, потому что они пришли, говорят, там нас только не били. Нашелся один из 23, который выскочил, ну, говорит, человек, видимо, неадекватный. Что, расписаться надо? Расписался и закрыл дверь. Он тогда, наверное, так же расписал. На мой взгляд, вот в этом случае отражается то, что произошло. Да, прошло понимание, прозрение и так далее. А что касается экономики, вы помните, когда Горбачев, ну, а потом, сказать, они неотделимые, господа, говорил на съездах партии о том, что 2,2% роста национального, валово-национального продукта, это недопустимо, это крайне низко. Это при советской экономике, это огромная страна, вторая, по большому счету, экономика в мире, а если говорить реальный сектор экономики, а не сферу услуг, там, Япония опережала нас в то время. 2,2% это было мало. Ну, а теперь посмотрим. Это к вопросу о том, что о больших совершениях и достижениях, об изменениях за два года, Португалию мы не догнали по валовому внутреннему продукту, хотя Португалия там глубоко опустилась и все прочее. Я, честно говоря, удивляюсь тому, ведь то, что происходит и то, что радует наше патриотическое сознание, мы любим свою родину, естественно, и хотели бы ей гордиться, это же система вынужденных ходов, когда деваться некуда, загнаны в угол. А ведь большинство из того, с чем сейчас активно боремся и о чем говорим, все это нормальные политики, не с похмелья, не с Будуна, как сказать, герой наш, они должны были предвидеть, что кончится с Ливией, когда мы ее бросили, когда бросили Югославию, когда допустили разгром Ирака, и ведь в Сирию-то мы вмешались только тогда, когда стало понятно, что там последствия, о, какие будут тяжелые. Страну разворовали, разграбили, продолжают разворовывать и грабить, вот, и к этому мы с вами примем легион примеров и легион действующих лиц, которые так или остались, уходили за кулисы, менялись, мизансцены в политике, но линия эта идет неукоснительно. Дело Ельцина живет и побеждает наш народ. Не случайно на импичменте, когда пытались в 99-м году, одно из обвинений было геноцид. Андрей Петрович, все-таки про Ельцин-центр никак нельзя обойти, это возьмем любимую тему либералов. По некоторым данным, ну, у меня нет, конечно, документов передо мной, говорят, что на этот центр было потрачено около 7 миллиардов бюджетных денег. Ну, на вид он, конечно, роскошный, а у нас что, у нас все больницы построены, все школы построены, у нас все нормально с воинскими частями. И вообще, Борис Николаевич Ельцин заслуживает вот такого центра, такого памятника. Знаете, я такую неприятную вещь скажу. Вот раньше, когда как-то люди были более религиозные, вот в некоторых случаях, которые происходили вот у нас в стране, летописцы писали, а это вот за грехи наши. Вот Ельцин, так сказать, все-таки президент, которого избрали. Пусть там даже очень сильно, так сказать, был мухлеж, и это даже признается, если бы у нас 90% людей проголосовали против Ельцина, его бы не избрали. Но, значит, все-таки многие голосовали. Что касается вообще значения вот этой фигуры, тут, понимаете, я немножко как-то пытался взглянуть со стороны, со стороны мира, вот на нас, и вот со стороны там Запада, что ли. Единственное, что, как сказать, придавало какое значение Ельцину в глазах Запада, это то, что он разрушил Советский Союз. Хотя ведь они его там активно презирают, судя по публикации. Ну, конечно. Ну, собственно, за что? Смеются над ним еще больше нашего. Любить, да. Но, вот, и это был ключевой момент. Причем, то есть, вот мы так обсуждаем внутреннюю политику. Вот для Запада, а, в общем, это, как бы сказать, цивилизация, так сказать, вот для них это все не имеет абсолютно никакого значения. Самое главное, что Ельцин – это тот, кто разрушил Советский Союз. Причем, это было, так сказать, очень подло по отношению к Горбачеву. Потому что Горбачеву обещали, что он там, типа, будет сохраниться. А они так раз и вот поменяли этих самых лошадей на переправе. Вот. Причем, ну, это мы только вот сейчас понимаем. И когда с такой точки зрения смотришь на Ельцин, ну, конечно, тут очень сложно найти какие-то, как бы сказать, добрые слова. – Антон Александрович, в последнее время мы видим, даже по тому же Ельцин-центру, целую кампанию реабилитации Бориса Николаевича, реабилитации 90-х годов. Вы, наверное, видели в интернете целый флешмоб, что мы любим 90-е. С чем это связано? Почему тот же Екатеринбург, посол Соединенных Штатов, как к себе домой постоянно приезжает? Это некая новая столица американского влияния. Вот что происходит? – Ну, происходит в основном то, что мы начали постепенно выкарабкиваться из стольких ям и ухабов, что все, кто нас в эти ямы и ухабы загонял, резко активизировались и пытаются вернуть нас в первобытное состояние. Что касается того же Ельцин-центра, кстати, должен сказать, что в основе своей это бизнес-центр, выставочные площади там занимают, я уж не помню сколько, но меньше четверти это уж точно, все остальное подлежит сдаче в аренду и теоретически даже предполагается, что когда-нибудь с этой аренды возместят деньги. Так вот, Ельцин-центр, я думаю, стоит использовать как лакмусовую бумажку. Кто там будет выступать и как? – Это сразу же дает основание оценить, насколько этот человек полезен себе и насколько вреден окружающим. – А вот, кстати, кто там будет выступать, как вам кажется, какие сейчас круги, какие силы заинтересованы в реабилитации Бориса Николаевича и его времени? – Ну, заинтересованы прежде всего те, кто тогда нагрешил, а нынче не покаялся. Кстати, насчет упомянутых тут грехов. В 96-м я сам был среди активных участников предвыборной кампании Ельцина. Ну, во-первых, я сам тогда был либералом. Да, собственно, я и сейчас остаюсь либералом, но в старом понимании этого слова классический либерализм был исследованием того, какие формы свободы личности совместимы с существованием общества и не мешают обществу. Вот в этом смысле я остаюсь либералом до сих пор. Тогда же я был либералом именно в современном смысле, как поборник неограниченной свободы личности и очень активно участвовал в предвыборной кампании Ельцина в 96-м году и вот сейчас своими нынешними публикациями стараюсь хоть частично искупить свою вину. Ну, а те, кто считает это не своей виной, а заслугой, те, кто, например, как один весьма известный спонсор нескольких видов спорта от биатлона до баскетбола, так и не смог научиться толком распоряжаться тем, что досталось ему с нелегкой ельцинской руки в 95-96 году, И почти даром. Те, естественно, будут стараться сделать все, чтобы оправдать это ельцинское деяние, ну, а заодно, конечно, и все остальные, поскольку все, что делалось тогда, при всей внешней хаотичности, это, несомненно, единый план и единый замысел, другое дело, что сам Борис Николаевич вряд ли себе весь этот план и замысел представлял. Игорь Михайлович, вот Борис Николаевич в свое время начинал свою карьеру в КПСС, был секретарем Московского городского комитета КПСС, но посмотрите, как он активно боролся с Компартией, даже пытался ее запретить. Вот почему? Нужно ли это было с точки зрения политической целесообразности, или это просто комплекс предателя? И почему все-таки, почему ему не удалось довести свою борьбу с Компартией до конца? В определенной мере удалось довести до конца свою борьбу, но мне кажется, что она носила такой вот личностный характер. То есть он не боролся с идеологией Компартии, поскольку понимал, что это бесполезно. То, что, так сказать, юристы называют вот таким умышленным действием, мне кажется, там не было вот этого умышленного действия со стороны Ельцина, по крайней мере. Поскольку я хорошо помню, как работал первый съезд народных депутатов, как проводились все решения, потому что туда уже пришла команда готовая. Команда под названием «Демократическая Россия», так называемая. На моей памяти был расстрел парламента, было массовое убийство в центре Москвы, просто были ужасающие события. Вот кто отдал приказ? Сам Борис Николаевич? Или ему кто-то посоветовал? Как дошло? Ведь можно было этого избежать. Я думаю, что ему посоветовали. Понимаете, плохо известен тот факт, что вот тогда, когда начались эти события, и в частности расстрел дома советов, как его называли, дома правительства, и тогда Ельциным управляли. Понимаете? То есть он никогда, как мне представляется, не был самостоятельным в своих действиях. Вот действовала команда, вот управляли, понятно откуда, уж коль скоро стреляли даже из посольства Соединенных Штатов Америки. Можно же своими именами называть. Вот у меня, например, я считаю, это мое мнение, что управляли из-за границы. Конечно. Управляли из-за границы, и главным образом управляли, понятно, где эта заграница находится. Если из посольства Соединенных Штатов Америки стреляли по дому правительства, то о чем можно говорить? Мы каждой нашей программе проводим на нашем сайте опрос. И вот уже Андрей Петрович эту тему поднял. Чем запомнился больше всего Борис Николаевич Ельцин? И вот такие данные у нас получились. Созданием Новой России 2%, борьбой за демократию 1%, расстрелом Верховного Совета 17% и участием в развале Советского Союза 80%. Андрей Петрович, вы эту тему уже подняли. Посмотрите, опрос совпадает с вашим мнением. Как вы могли бы прокомментировать? Ну, в общем, все так оно и есть. Опять-таки, если смотреть на всю историю нашей страны, которой уже существенно больше тысячи лет, вот эти события уже вошли в историю. Вот, наверное, там это и через 300-500 лет, наверное, это будут еще вспоминать. Вот, расстрел Верховного Совета, это вообще, знаете, это для книги Гиннеса. Это вообще в мире не найти ничего даже, так сказать, похожего. В прямом эфире СНН. Не, ни в какой там этой самой, в истории, вот я не знаю, так сказать, истории парламентаризма, где вообще такое было? Да не было такого. Поэтому, ну что ж. Единственное, что тут, как вот, в принципе, Ельцин мог вообще приказать вообще всех там убить. И его бы только, как говорится, еще бы руку пожали. Ведь Ельцин по итогам вот этого кризиса 93-го года, он же получил поздравления от всех лидеров Запада. Там вообще надо стелу ставить около Белого дома. Прямо с текстами поздравления от американского президента, от британского премьер-министра, там от французского президента. Чтобы так тоже помнили. А.С.Александрович, а как бы вы прокомментировали эти данные? Ну, я хочу прокомментировать первые два пункта, по которым явно его не запомнили. За создание новой России его благодарить невозможно, поскольку эта Россия не новая. По общественному своему устройству она примерно соответствует тому, что у нас творилось с марта по октябрь 17-го года. Правда, тогда либералы ухитрились развалить свою собственную власть всего за 8 месяцев. Ельцину на это понадобилось 8 лет. А по территории страна примерно соответствует тому, что было непосредственно по окончании смутного времени. То есть это никак не новая Россия. Это Россия частично старая, частично очень старая. Что касается борьбы за демократию, за демократию боролись в основном как раз противники Ельцина. Поскольку, если понимать демократию как власть народа, или по определению Линкольна, власть, вышедшую из народа, действующую вместе с народом и для народа, то ни к одному из этих пунктов правление Ельцина отношения не имеет. Напротив, он полностью проигнорировал волю народа, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года за сохранение Союза. Он полностью проигнорировал интересы народа, когда вводил то, что у нас назвали шоковой терапией, и на что даже авторы этого термина, польские экономисты, взирали с ужасом. И, наконец, большая часть деятелей Ельцинской эпохи – это далеко не выходцы из народа. Ну, вот знаете, чтобы быть объективным все-таки, я спрошу у вас, а есть какие-то положительные моменты, которые нам остались от Бориса Николаевича? Вот нам говорят, что те же полки магазинов, свободные путешествия по миру. Ну, еще, наверное, какие-то есть достижения, я их не знаю, но, может быть, они есть? Ну, свободные путешествия по миру реально начинались еще до Ельцина, при Горбачеве. А насколько они свободны, видно из того, что сейчас менее пятой части граждан Российской Федерации располагают заграничными паспортами. Большинству они не нужны просто потому, что зачем паспорт, если нет денег на поездку. Полки магазинов, как здесь уже отмечалось, лучше пустые полки в магазине, чем в холодильнике. А в советские времена, даже под конец Горбачевского развала, пустые полки магазинов вполне гармонично сочетались с холодильниками, набитыми до отказа, помню по собственному опыту. Что позитивно можно отметить именно в Ельцинской эпохе, это разве что более-менее четкая формализация взаимоотношений с центра с регионами, и то эту формализацию несколько раз пересматривали и при нем, и после него. Ну, взаимоотношения с регионами мы видели на примере разрушенного города Грозный. Наверное, можно было бы все это сделать по-другому, не доводить до войны. Андрей Петрович, а вы поднимали руку, может быть, вы видите что-то позитивное? Можно просто добавить, ну, позитивный или нет, сложный вопрос, но у нас, собственно, республика-то вот эта вот в 91-м году была, можно сказать, парламентской, но она так вот плавно перетекла в такое состояние президентской республики. Причем как раз дополнительные полномочия президенту пробивали как раз либералы. И был такой вот трагикомичный эпизод, я хорошо помню, что Зюганов выступал и, обращаясь к либералам, говорил, вот вы сейчас стоите за усиление президентской власти, потому что у власти Ельцин, а вот будет другой президент, как вы запоете? И вот это, в общем, мы сейчас как раз и наблюдаем, как раз вот это вот, так сказать, президентскую власть сейчас как раз, в общем-то, либералы наши и ругают. Ну, там, к добру или к худу, это другой вопрос. Александр Алексеевич, вот как раз на эту тему хотел бы спросить у вас. Целый ряд патриотических публицистов, я вот сегодня даже утром читал, просто такой некий шквал, они считают Путина преемником Ельцина, продолжателем дела Ельцина, а с другой стороны, вот не так давно ушедший от нас, к сожалению, Эльдар Рязанов, в одном из последних интервью, яху Москвы, говорил горько, ошибся Борис Николаевич, не могу простить Бориса Николаевичу такого преемника. И вот среди либералов это господствующая точка зрения. Насколько Владимир Владимирович, на ваш взгляд, является продолжателем дела Бориса Николаевича, особенно сейчас? Ну, мне представляется, что да, это наследник, это продолжатель, это птенец Ельцинского гнезда, если цепочку выстраивать, Собчак, Путин и так далее. А что касается либеральных воплей по поводу того, что, так сказать, ошибся, и теперь покойный Эльдар Рязанов так-таки оценки дает, у ребят впечатление, вернее, мнение складывается, они не совсем политики и не совсем государственные деятели. На самом деле, вся система власти при нынешнем президенте, и в перерыв, когда заполнял эту паузу господин Медведев, она была связана с защитой именно тех ценностей и сохранением тех людей, которые с легкой руки покойного Немцова прижилось этот термин, хотя он ему более трех тысяч лет, олигархов. Олигархов, то есть структура активно защищается, делается, но социальное маневрирование, которое было и при Ельцине, оно продолжается, да, не такой тупой и грубый пиар, не обещают там лечь на рейсы осени, за 500 дней чего-то построить и так далее, да, стали более изощренные, более утонченные, и, конечно, отличие коренной, с чем не согласны, я думаю, это прелещает очень многих наших граждан, это патриотическая риторика. Если при Ельцине и его команде патриотизм был последним прибежищем, что мы там называли, чуть ли не мерзавцем, да? Нет, они говорили последнее прибежище негодяев. Негодяев, да? То сегодня быть патриотом, это просто святая обязанность в этом плане, а я сужу по главной линии. То есть берем не эпизоды, не год, два, три, берем общую линию, у нас президентский, после Ельцинский период уже 15 лет в чистом виде, да? Мы посмотрим эту линию, как она меняется. Не кусочек, который, допустим, с Крымом связан или с Сирией, а берем общую тенденцию, мы четко увидим, что цель, задача, сохранение, обслуживание главных сил те же, да, там массовка в театре, который ведет сегодня игру, она немножко меняется, но главные герои, главные группировки отработаны, защитник у них, президент, и делает все, прежде всего, во имя их. Простой пример, последний, сказать, вот сейчас бюджет обсуждать будем, будем поливать правительство, сказать, за неспособностью. Вы что, основные параметры бюджета, которые сегодня как только не называют, там, сказать, и выживание, и все прочее. Вы что, искренне верите, что это дело рук только, сказать, Медведева или Силуянова? Нет, конечно, эти параметры заложены. То есть, Борис Николаевич, он с нами? Он с нами? Он с нами? Дух его в Кремле? Он жив, он витает? И он сегодня, сказать, знамя? Знамя, которое когда надо прячут, а когда нет, выходит, когда припрут к стенке, и надо показать, поклясться этому идолу либерализма, да, того, что произошло, да, откроют центр, создадут саркофаг, там, сказать, на кладбище, съездят туда, для меня совершенно очевидно. Другое дело, что умнее, изощреннее, спортивнее, как говорится, ну, пиаристее, ну, и команда работает более грамотно, консультанты там тоже квалифицированы. Андрей Петрович, вот где-то 20 лет Ельцинского и пост-Ельцинского правления мы хотели встроиться в хвост Западу, ну, в любой форме, абсолютно. Сдавали все наши интересы. Последнее, наверное, это Ливия и несчастный Каддафи. И, ну, последние два года происходит совершенно другая ситуация. Мы вынуждены свои интересы отстаивать. Насколько эта устойчивая политика, и самое главное, вот эта внешняя политика, она может вытянуть внутреннюю? Можем мы изгнать дух Бориса Николаевича с помощью вот такой внешней политики? Знаете, у меня вот любимая русская пословица, значит, вот в последнее время, что необходимость умного ведет, а дурака тащит. Вот то, что соответствующая статья Конституции, которая устанавливает приоритет внешних законов над нашими внутренними... Международного права над внутренним. Да, то, что это вообще, так сказать, мягко говоря, нехорошо, это, наверное, все здесь присутствующие говорили еще тогда. Вот, ну вот сейчас вот какие-то начались движения в эту сторону. Анатолий Александрович? В последние, ну, практически полвека, одна из ключевых ролей во всей мировой политике принадлежит разделению интересов производственников и торговцев. Причем это разделение незаметно, когда экономика на подъеме, но вылезает на первый план при малейшем спаде. Так вот, с моей точки зрения, большая часть ельцинского наследия это как раз так или иначе связано с интересами торговцев, а то, действительно, пока очень немногое, что делается для того, чтобы выкарабкаться из этого наследия, делается именно в интересах производственников. В поддержку тезиса и своего, и Анатолия Александрович, посмотрите сейчас в современной России, при современной власти, правительстве, президенте, кто получает наибольшую поддержку из тех структур, которых, ну, разделим класс буржуазии, да, финансовая, промышленная, торговая буржуазия. Тот, кто торгует товаром товара. Банки. Банки. На них ориентир. Поэтому, когда я утверждаю о том, что дело Ельцина живет и побеждает, это священная корова, и вот сколько бы ни говорили, это про прогрессивный налог и так далее, даже уже не отвечают. Тупо ведут эту линию. И тупо триллионы вкладывают в докапитализацию, в поддержку, самой, извините меня, не устою повторить, паразитической структуры, которая есть в обществе. Последнее я спрошу о том, какие можно сейчас дать рекомендации нам, нашей стране, нашей власти, чтобы избавиться от ельцинского наследия и восстановить производство сельскохозяйства, душу, в конце концов, народную нашу восстановить. Анатолий Александрович. По ряду технических причин, о которых я очень много писал в последние годы, в полной мере обеспечить эффективное управление хозяйством как единым целым мы сможем только лет через 8-10. Но уже сейчас есть техническая возможность перевести на единое управление по меньшей мере всю промышленность, так или иначе, связанную с обороной. При этом не только резко повысится ее эффективность, но и возрастет эффективность всего, что с нею связано. Технически такая возможность уже есть, но идеологически это, к сожалению, до сих пор числится неприемлемой ельцин. Андрей Петрович. Есть очень простой рецепт, но почему его не реализуют. Необходимо переходить в экономике с либеральной модели внешнеторговой на протекционистскую, которая предполагает, ну, не запрет, а, скажем так, затруднение при экспорте сырья. С тем, чтобы, если кто-то хочет наше сырье перерабатывать, пусть делает это у нас на нашей территории. Это очень простые шаги. То же самое касается и импорта. То есть на сырье из-за границы мы, так сказать, должны покупать, ну, чтобы наше государство не мешало, сырье и оборудование для производства. Готовая продукция облагается некоторыми, значит, пошлинами. Вот. Естественно, это тоже предполагает определенное планирование, потому что нет смысла облагать запретительными пошлинами ту продукцию, которую мы и не собираемся производить. Там бананы какие-нибудь, например. Вот. То есть действительно должно быть централизованное управление экономикой, мы должны понимать, что мы собираемся вообще производить, и, соответственно, как механизм, вот эта самая протекционистская модель, которая нам, кстати, прямо запрещена вступлением в ВТО. Александр Алексеевич, я почему-то вспомнил про ВТО и сразу подумал про санкции, которые на нас наложили вне всякого ВТО и совершенно бесцеремонно. Двойные стандарты. Вы знаете, для того, чтобы избавиться от ельцинского наследия, недостаточно абсолютно возрождения патриотизма. Вот. И побеждает пока, конечно, криминал, побеждает варьё в нашей стране. Тащили, тащат. И кто-то общается, зная, что в ходе борьбы с коррупцией у нас она еще больше набрала обороты во всем и вся. Поэтому это понятия эмоциональные, которые важны на короткий промежуток времени, когда страна на войне, когда народ защищает национальные интересы. Кстати, Первая мировая война подходила под страшными патриотическими лозунгами. Чем это закончилось? Это закончилось февралем, а затем октябрем. Вот. Поэтому здесь без смены курса, вот о чем говорят уважаемые собеседники, коллеги, поэтому без смены курса, без смены парадигмы развития, причем развития прогрессивного, потому что у нас сегодня, да, парадигма, но она регресса, идем в этом плане. Без смены власти, без замены смены власти, без слома этого государства, которое обслуживает интересы очень узкой группы, даже не всего класса буржуазии, а узкой и самой вредной, опасной для страны. Без слома этого, выйти, решить проблемы, никто не ведет, никакой протекционизм, потому что, во-первых, 90% предприятий у нас с западным капиталом, он даже в оборонке у нас сегодня, так сказать, присутствует все вещи. Во-вторых, сегодня, когда Россию вписали в эту экономику, нам перекрывают, создают, извините, опять революционный рывок. Для этого нужно понимание народа, потому что это вызывает определенные трудности. Частными улучшениями, эволюционными моментами это не пройдет. Не пройдет, потому что не пустит и та команда, которая сегодня закупорила все выходы из кризиса, в котором находится Россия. Клапаны перекрываются, задыхаемся, а то, что приписывается к великое достижение, да, извините меня, это близорукость власти. Что, потемки Крыма, это не прогнозировалось при нормальном подходе, как будут делать бандеровцы, фашисты там, как будут поступать эти мерджелизы татарские. Да это запросто. В Ленинград за сколько бросили? Да, через Ладожскую область. Каких условиях? Так кто был в Палине? И мы можем везде вот это все показать, просчитать и все прочее. Поэтому у меня никаких иллюзий по части способности нынешних, как они себя величают, и это подхвачено всеми, элит на возможность возрождения страны, вывода ее из кризиса. Самое главное надо понять, что наше государство может подняться, когда оно будет выражать интересы громадного большинства населения. Не тех 10-11 процентов, которые имеют, по одним данным, 80 с лишним процентов национальный богатств, а когда каждый поймет этот вопрос, поймет, что это его страна, это его власть, и он готов с ней терпеть, переживать и все прочее. А патриотизм, ну пройдет, да, мы радуемся успехам нашим, там где-то продемонстрировали мощь, но настоящего испытания еще наша страна не переживала. И посмотрим, что от него остается в ближайшие годы. Да, настоящие испытания, они как раз все впереди. А я хотел бы поблагодарить Бориса Николаевича Ельцина за все проблемы, которые мы сегодня имеем. И я думаю, мы с вами сделаем, и все разумные люди, все возможное, чтобы эпоха Бориса Николаевича никогда, никогда больше не повторилась. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова